Путин в понедельник присутствовал на церемонии поднятия флага на двух атомных подводных лодках «Красноярск» и «Император Александр III» на заводе «Севмаш» в Северодвинске. Визит Путина в Архангельскую область на севере России не был анонсирован и стал неожиданностью для местных жителей, в которой утром в понедельник обнаружили полицию и силы безопасности на каждом углу, когда кортеж президента подъезжал к Северодвинску. Президент направился непосредственно на «Севмаш» — единственную в России верфь, производящую атомные подводные лодки. Мы последовательно оснащаем военно-морской флот самой современной техникой и вооружением. И подчеркну, увеличением именно серийного производства занимаемся. Так, «Император Александр III» — это уже седьмой корабль в серии стратегических ракетоносцев класса «Борей», а крейсер «Красноярск» — четвертый корабль в серии многоцелевых атомных лодок класса «Ясень». Он пообещал продолжить российскую программу строительства новых атомных подводных лодок четвертого поколения. Работа по повышению военно-морской мощи России, безусловно, будет продолжена. В ближайшие годы в рамках государственной программы вооружения только со степелей легендарного «Севмаша» должны быть спущены на воду и переданы военно-морскому флоту еще три стратегических ракетоносца класса «Борей-А». Подводные лодки класса «Борей-А» могут нести по 16 баллистических ракет «Булава» каждая и образуют военно-морскую опору российского ядерного сдерживания. Еще пять многоцелевых подлодок класса «Ясень-М» в настоящее время строятся на «Севмаше», в том числе «Архангельск», спущенный на воду в конце ноября этого года. За этим последуют еще три подлодки этого класса, в результате чего их общее количество достигнет 12 — шесть для Северного флота и шесть для Тихоокеанского. Красноярск, как и император Александр III, отправится на Тихоокеанский флот. Владимир Путин недавно утвердил бюджет страны на 2024 год, в котором рекордно большая часть пойдет на нужды вооруженных сил. На структуры обороны и безопасности в следующем году доля общих расходов составит около 40%. Никаких подробностей о стоимости каждой новой атомной подводной лодки, которая сейчас ставится на вооружение, не приводится.